Счет неосвоенных денег идет на миллиарды. Большие проблемы в основном в серии строительства дорог. В данном направлении объемы могут составить аж 42 миллиарда тенге. Это данные главы правительства. Время проходит. Сезон наступает с октября, наступит похолодание. Строительство дорог по другим объектам строительства будет также сложно. По дорогам было дано поручение Женис Махмудович. Имеются риски неосвоения. На критику премьера Женис Хасенбека ответил тут же. По его словам, проблема в расторопности некоторых госорганов. Мы работаем совместно с международными банками. Там имеется своя специфика. До конца года это будет продолжаться ежемесячно. По сертификатам мы оплачиваем. Работа проводится по графику. Под критику попали и другие руководители ведомств. Досталось также министру финансов Бахату Султанову. 100 миллиардов тенге не работают на экономику страны. Это тоже слова Бахчана Сагентаева. Кстати, средства, которые не используются, будут изыматься и перенаправляться в другие отрасли и проекты. Акимы по своим отраслям несут ответственность. В экономике должен быть рост. Когда отчитываемся, говорим, что все хорошо выполняется. Это не должно забываться. Это последнее слово. По итогам полугодия неосвоенные средства будут направлены в другие сферы. Сами будете нести ответственность перед народом и главой государства. А теперь о приятном. Экспериментальная японская технология будет использоваться в Казахстане при реконструкции водопроводных сетей. Благодаря ей трубы прослужат до 40 лет. Об этом сегодня в правительстве заявил Женес Хасмбек. Министр по инвестициям рассказал, что качество воды тоже улучшится. После завершения эксперимента и в случае подтверждения заявленных результатов будет определена целесообразность дальнейшего применения данной технологии. Напоследок еще цифры. За 2011 и 2017 годы в рамках программы развития регионов из республиканского бюджета было выделено почти 500 миллиардов тенге. Реализовано свыше полутора тысяч проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в городах и селах. Наряду с программой развития регионов проекты по водоснабжению и водоотведению реализуются по государственному проекту Нурлужол. Анвар Шаликенов, Нурлан Уйцеген и Бутагусская-Ребекова. Телеканал Алматы. Астана.